Белых церквей в Ивановской области две. Одна в стиле Бонячки Вичугского района, вторая на улице Колотилова областного центра. Первая претендует на звание одного из лучших памятников культуры страны, вторая нет. Хотя в департаменте культуры уверены, что собор Спаса Преображения имел бы большие шансы на победу в конкурсе «Россия-10». В 1889 году фабрикант и меценат Яков Горелин решил построить церковь на окраине, недалеко от своего дома и фабрики. Четыре года спустя в городе блистала белокаменная церковь Преображения. Здание формы креста с большой алтарной апсидой. Храм был построен очень гармонично. То есть и внешний облик, и внутренний соответствовал единой идее. Все было построено в едином стиле, в том числе и ограда храма. Вот этих зданий, которые у нас вокруг собора расположены, их раньше не было. Здание было отдельное, стоящее двухэтажное кирпичное здание. Церковь серьезно пострадала от советской власти. Иконостас, который сейчас видят прихожане, привезен из села Сараево Фурмановского района. Оригинальный, созданный архитектором Каминским, был уничтожен советской властью. С 1940 по 1944 годы церковь использовали как конюшню. Тогда здесь разрушили внутренние элементы отделки, нарушили роспись, убрали ограду. За алтарной апсидой, то есть именно с той стороны задней части храма, обычно были захоронены священнослужители, служившие здесь в алтаре, и, соответственно, благотворители, благоупечители, украсители храма. Здесь это, конечно же, ничего не сохранилось. Территория была изменена, было нарушено, разрушено все это. Все кладбище, надгробные плиты, все было сметено в советское время. От прежнего облика храма осталось немного. Архитектор прорабатывал убранство до мелочей. Восстановить былую красоту церкви сейчас не сможет ни один реставратор. Тем не менее, Преображенский кафедральный собор – одно из красивейших архитектурных сооружений города. Почему здание с такой богатой историей до сих пор не в списке конкурса «Россия-10» – загадка. Знать судьбу храма было бы полезно жителям всей страны. Я думаю, что лучшей преференцией или лучшей помощью в данном проекте это было бы, конечно, внеочередное участие в реализации федеральной целевой программы «Культура России» с тем, чтобы пошли реальные какие-то деньги на сохранение объекта культурного наследия. Сейчас в соборе завершающая стадия ремонта. Строительные леса уберут к Пасхе. И храм снова заблистает, как в первый раз больше ста лет назад.